Вернётесь ли вы когда-нибудь в Россию? Вернётесь ли вы когда-нибудь в Россию? Только щель слабого света между двумя идеально чёрными вечностями. Улица Большая Морская – одна из главных хешенебельных улиц дореволюционного Петербурга. На этой улице в доме номер 47, недалеко от Исаакиевского собора, расположен трёхэтажный особняк из розового гранита с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. Этот особняк был приобретён Иваном Васильевичем Рукавишниковым на имя дочери Елены. Накануне её бракосочетания с Владимиром Дмитриевичем Набоковым. В 1898 году в нём поселилась семья Владимира Дмитриевича Набокова и Елены Ивановны Рукавишниковой. А 22 апреля 1899 года в этом доме на свет появляется первенец, и нарекают его Владимиром. Это родился будущий великий русский писатель Владимир Набоков. Во дворе дома на одной из стен сохранился вензель семьи Набоковых. Здесь находились хозяйственные помещения, склад для угля, которым отапливался дом, гараж для автомобилей. Тоже наш дом со стороны двора, где были службы и издавались, кажется, какие-то конторы, судя по зелёным стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. В 1901 году дом был перестроен. Некоторые интерьеры дома сохранились до наших дней. На первом этаже располагались гостиная, столовая и библиотека. Все потолки и стены дома украшены резными дубовыми панелями. Из вестибюля уходит наверх мраморная лестница с витражами в окнах. На втором этаже находились комнаты родителей. Будуар матери. Будуар украшен резным деревом. В нём находится камин. Потолок комнаты украшает лепнина. Над дубовой дверью инициалы Елена Набокова. Из навесного выступа, так называемого фонаря в будуаре матери, видна вся большая морская улица. На третьем этаже комнаты детей. В доме был водяной лифт в виде открытой площадки с перилами. Лифт поднимался на третий этаж по канату. Это было по тем временам большой редкостью. Петербургский дом, где у мебели вещей была своя душа, где всё наполняло тысячами мелочей, запахов, оттенков, которые все вместе составляли нечто упоительное и раздирающее, и ничем незаменимое. Тут очень хорошая аура. Вот настолько счастливая семья жила. Я знакомился, конечно, с домом на Большой Морской. Я приехал как гость города. Более-менее увидел многие вещи, которые я ожидал. Меня чудо принимали, меня возили по нашим разным местам Набоковским, показали, где были разные семьи, где мамина семья была. Вот его дом, вот его рождество. Больше никакого дома он иметь не хотел. Только здесь, только в Петербурге, только в рождестве. Поэтому никогда никакого дома не покупал. И как мы знаем, Швейцария жила в гостинице. Работы Бенуа были в доме Набоковых, вот в этом здании. Лев Бакст, один из самых замечательных портретистов этой эпохи, написал в 1910 году прекрасный портрет Елены Ивановны Набоковой, матери писателя. Мстислав Добужинский учил рисованию маленького Владимира. И я был в Петербурге тоже. И видел дом, видел этот дом, а я потрясен был. Теперь, конечно, это музей, а это еще... Я еще волнуюсь, потому что это так значимо для меня. И я, когда мы были в этом доме, я это описывала все в письме, стал рассказывать. Вот здесь стояла малахидовая ваза для визитных карточек. А вот витраж рижского мастера изготовления. И вот сохранилась лестница направо к столову. Брак Владимира Дмитриевича и Елены Ивановны был счастливым. Он умен, красавец, спортсмен, всегда изящно одет. Она тонкая, красивая девушка, чувствительная к красоте. Семьи Набоковых и Рукавишниковых были состоятельными людьми. Они много работали, много путешествовали, а летом наслаждались привольной жизнью в своих имениях, расположенных на берегах реки Оридиш. Ее живописные берега всегда привлекали дачников. Эти места называли Малой Швейцарией. Однажды на велосипедной прогулке Владимир Дмитриевич и Елена Ивановна познакомились и полюбили друг друга, тем самым открыв новую главу в истории двух старинных родов. Здесь же состоялась их помолвка. Здесь находились три имения – Выра, Батова и Рождествена. Владельцы этих имений были связаны между собой узами родства. Эти места остались в памяти маленького Владимира тем миром детства, который он пронес через всю свою жизнь. Имение Батова было приобретено баронессой Ниной Александровной Корф, урожденной Шишковой в 1845 году. Корфы происходили из древнейшего немецкого вестфальского рода. Позже она продала имение своей дочери Марии Фердинандовне Корф и ее мужу Дмитрию Николаевичу Набокову, бабушке и дедушке Владимира Набокова по отцовской линии. Роду Набоковых положил начало обрусевший татарский князь Набок. Это был старинный аристократический род. Набоковы состояли в родстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущинами, Донзасами. Был в их роду и декабрист, герой войны 1812 года, генерал Иван Александрович Набоков, комендант Петропавловской крепости. Дед Владимира Дмитрий Николаевич Набоков в 1878 году был назначен Александром II министром юстиции. Удостоен всех высших российских орденов. Выходя в отставку, он отказался от графского титула, выбрав денежное вознаграждение, что укрепило материальное положение семьи. В их семье родилось 9 детей, один из которых – отец Владимира Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков. Я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько бы я успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, как бы предвидел разлуку. По материнской линии Владимир Набоков принадлежит к роду Рукавишниковых. Его прадед Василий Никитич Рукавишников был золотопромышленником, владельцем горных заводов в Пермской губернии. У них с женой Еленой Кузьминишиной было три сына. Все они получили университетское образование. Младший Константин несколько лет занимал пост московского городского головы. Средний Николай возглавлял приют для малолетних преступников в Москве. Старший Иван, дед Владимира Набокова, петербургский предприниматель, владелец пакета акций ленских золотоносных приисков, действительный статский советник. Согласно семейной традиции, все братья активно занимались благотворительностью. О разных диковинных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери было много воспоминаний. Я люблю сцепление времен, когда она гостила у своего деда, старика Василия Рукавишникова, его крымскими мнениями. Айвазовский рассказывал в ее присутствии, как он юношей видел Пушкина и его высокую жену. Иван Рукавишников женился на дочери первого президента Русской императорской медицинской академии Ольги Николаевне Козловой. В Петербурге они обитали в шикарном особняке на Адмиралтейской набережной, недалеко от Большой морской улицы. Их семье принадлежала Выра и приобретенная Иваном Васильевичем рождественно. Все, что удалось отстоять истории, вот этот дом, по каким соображениям, я не знаю, но он стоял и стоял и стоял и пережил все времена. Вот зайдите, походите по дому, не почувствовать этого невозможно. Там он радостный весь, вы понимаете, с каждого угла вот прет вот этот оптимизм, здоровое желание жить и дальше жить. Поэтому Дмитрий Набоков, наверное, когда, ну, единственный сын Владимира Владимировича, когда сюда, он трижды сюда приезжал, первый вопрос с ним был задан именно в этом ключе. Дмитрий Владимирович, как вообще понимать Вас здесь? Потому что по всем Божьим и человеческим законам Вы хозяин. И как в таком случае понимать нас здесь? На что Дмитрий Владимирович должен сказать, что ответил весьма достойно, он сказал, нет, 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 это Ваш. Папа говорил о своей России, которая очень отличалась от общей России. Ну, например, это он описывает тоже в других берегах, как шили стили, шили велосипеда на аллее Рождествена, например. Я первый раз поехал в Россию в 95-м, и был там, конечно. И мы шли по этой аллее, которая осталась немощенной, такая, как была. Я услышал велосипед, кто-то ехал на велосипеде, и меня это вызвало вспышку в воспоминании. Я вообразил то, что он мне рассказывал. Рукавишниковы благоустраивают усадьбу. Берут попечительство над Рождественским училищем, после окончания которого ученики получали свидетельства. Строят больницу-амбулаторию, здание Народного театра. В Народном театре проходили театральные представления, литературные и музыкальные вечера, в которых участвовали местные жители. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы во многом строилась на средства Рукавишниковых. Позже в знак уважения около церкви был сооружен их фамильный склеп. А в 1908 году в память о семье Рукавишниковых был открыт училищный дом. В конце 19 века Иван Васильевич за заслуги перед Отечеством получил дворянство. В браке у них родилось много детей, но в живых остались только двое – Елена и Василий. Имение Выра Рукавишниковы передали Елене Ивановне в приданное. Именно с Вырой связаны первые воспоминания Владимира Набокова. Это был день рождения отца – июль 1902 года. Мое открытие из себя произошло в деревне летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Тогда-то я вдруг понял, что 27-летняя, в чем-то белорозовом и мягком, создание владеющей моей левой рукой – моя мать, а создание 33-летней, в белозолотом и твердом, держащей меня за правую руку – отец. Выра стала любимым местом семьи Набоковых. Родители устраивали велосипедные прогулки, любили играть в теннис. У них в Выре была построена своя теннисная площадка. Сделана она была рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. В усадьбе часто собирались гости. Из соседней Выры приходили родственники Владимира Дмитриевича. Мать любила и другие игры, особенно головоломки и карты. Летом Елена Ивановна обожала ходить по грибы. Это было ее любимейшим удовольствием. Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе – таково было ее простое правило. С детства Владимир обладал даром синестета. Каждую букву алфавита он ассоциировал с определенным цветом, а мать звуки ассоциировала с цветом. Будучи духовно очень близка с сыном, она помогала развивать ему этот дар. Живопись, картины, которые они писали, драгоценности, которыми она занимала Володю перед сном – все это создавало все новые и новые цвета в сознании Владимира. В будущем эти качества достались в наследство сыну Владимира Набокова – Дмитрию. У меня, как у многих, интересное явление. В цветах вижу разные буквы и даже музыкальные ноты. Это у отца тоже было и у матери. Мы шли по Парижской улице, и была витрина, где были выставлены, я не помню, что, но освещалось все красным светом, таким неоновым светом. И я спросил маму, как назывался этот цвет. И она сказала, что это красный, но можно сказать «алый». «Алый» – это старое слово, конечно, это красное. И у меня это навсегда связалось, это слово «алый» с этой витриной. И «алочки» – это было название, которое я им дал. На протяжении всей жизни Владимир Набоков сохранил нежное и трепетное отношение к своей матери. Дорогая моя мамочка, я что-то очень давно не получал от тебя письма. В чем? Какая прекрасная погода, как хороши каштаны. Ты знаешь, как трудно, грустно весной. Мне подчас так тяжело, что чуть не схожу с ума. Сегодня дивно жарко, я сейчас найму лодочку и буду работать на реке. Мне так часто снится папочка. И перед каждым экзаменом я смотрел на портрет его, как на образ. И я знаю, что он мне помогал. Целую тебя, моя мамочка, скоро вернусь. Если судить, потому что мы знаем о семье, это был идеальный брак. Когда Набоков говорит о своем счастливом детстве, прежде всего имеет в виду то, что семья была счастливой. Когда мать и отец любят друг друга, то и детям хорошо. Конечно же, в этой связи неизбежна идеализация прошлого, как в случае Набокова. Ну, как легче всего идеализировать прошлое, возвращаясь к детству. Возвращаясь к детству, мы способны еще вспомнить, как естественно, интуитивно формируется представление о собственном я, о семье, о возвышенном. А Набоков видит мир в очень ярком, светлом, оптимистическом аспекте. Вот он оптимист по природе. Потому что вот тот Петербург, в котором он проживал, та исключительная семья, в которой он жил, где господствовала любовь. Детство для Набокова – это было какое-то сокровище. И он, как сказать, был очень скромным, когда он писал об этом. Для нас, для американцев, это как мы открываем новый сокровенный мир, когда мы читаем Набокова. А мать была образцом и идеалом женственности для него. Она была намного более чувственной. Врожденный эстетизм, если угодно. То есть способность замечать и ценить прекрасное в людях, в жизни, в искусстве. Это идет от матери. Начало чувственно-творческое. Характер такой мужской, непреклонный, упрямый, своевольный, идет от отца. Его изумительное детство и его замечательная любовь к отцу, который был замечательно благородный человек. И даже ребенком Набоков хорошо понимал это. «Мы с ним всегда в заговоре. И посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать, да и подавал, тайный знак своей принадлежности к богатейшему детскому миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью». Владимир Дмитриевич Набоков закончил Петербургский университет, получив юридическое образование. Отбыв военную службу, он стал преподавать в императорском училище правоведение. Юрист и журналист соединяются в нем как нельзя успешно. Честный, неравнодушный к своей стороне, в виде нарушения прав и свобод граждан, он втягивается в политическую борьбу. Владимир Дмитриевич был одним из лидеров кадетской партии. Собрания партии проходили в их доме на Большой Морской. От партии кадетов он был избран депутатом Первой Государственной Думы. Правительство в нарушении Конституции распустило Думу, и Набоков с депутатами отправились в Выборг, где написали «Выборгское воззвание». Они призывали отказаться от уплаты налогов и прохождения воинской обязанности. За это воззвание Владимира Дмитриевича и его товарищей осудили и приговорили к трем месяцам одиночного заключения в петербургской тюрьме Кресты. И он, как честный человек, отсидел весь срок. В тюрьме он продолжал работать, изучал итальянский язык, читал уголовное право и лишь изредка подолгу смотрел сквозь тюремное окно на Неву и здание Таврического дворца на другом берегу реки, где когда-то проходили заседания Первой Государственной Думы. После смерти Ивана Васильевича Рукавишникова в 1901 году имение Рождественное переходит к брату Елены Ивановны Василию Ивановичу. Все звали его дядя Рука. Дядя Рука приезжал только летом, а осенью возвращался за границу. Он был дипломатом. Но когда приезжал, много времени проводил с детьми сестры, которых очень любил. Владимир Набоков был очень близок со своим дядей. Дядя Рука привез ему в подарок альбом с бабочками. С этого момента Владимир увлекся бабочками. С из детства утренний блеск в окне говорил мне одно и только одно – есть солнце, будут и бабочки. Дядя Рука уверял, что у него болезнь сердца, и часто ложился на пол, чтобы снять припадок. Ему мало кто верил, но в 1916 году под Парижем он умер один в лечебнице от грудной жабы, оставив в наследство Владимиру имение Рождественное и миллионное состояние. Через год после рождения Владимира в семье появляется второй ребенок. Называют его Сергей. В 1903 году родилась сестра Ольга. Через три года – в 1906 году Елена, и в 1911 году Кирилл. Жизнь в семье протекала в любви и согласии. Зимой обитали в Петербурге, а летом в любимой всеми Выре. Каждую осень семья выезжала на воды, за границей. В семье Набоковых была склонность ко всему английскому. Дегтярное мыло, резиновая ванна, зубная паста и многое другое – все это покупалось в английском магазине на Невском проспекте. Дом Набоковых находился рядом с этой центральной улицей города, которая мало изменилась с тех пор. Из-за границы приезжали английские и французские гувернантки. Сама Елена Ивановна занималась с детьми чтением и письмом. Все дети обучались иностранным языкам. Родители считали, что русский интеллигент должен быть полиглотом. И еще в доме Набоковых был настоящий культ литературы. Владимир Дмитриевич собрал великолепную библиотеку на русском, английском и французском языках. Как-то в Выре отец заметил, что английский язык дети знают лучше родного. Для занятий русским языком был приглашен сельский учитель Василий Мартынович. Детство было настолько замечательно, оказало у него такое огромное влияние, что он сохранил свой тот язык, который мы говорили в то время. И он сам говорил при нас о себе, что мы русские, это замороженный земляник. Позже, уехав из России навсегда, Владимир Набоков сохранит родной язык для своего сына, родившегося за границей. Русский был мой единственный, главный и единственный язык много лет, до возраста 6 лет. Мы дома говорили исключительно, по крайней мере, со мной по-русски. Попадались французские слова и какие-то другие, иностранные. Но я был русским ребенком за границей, иначе был, чем жил бы в России, вероятно. Я пошел в американскую школу, Walt Whitman School, которой давно уже нет. Мне было только что исполнилось 6 лет. В первый день я вернулся домой и сказал, мама, сегодня я научился говорить по-английски. Да, именно из семьи, где заставляют забыть первый язык и полностью перейти на английский. Нет, напротив, родители меня рады были, мне помогать, как правильные, возможно, правильные по-русски. Меня поправляли, мне читали по-русски. Когда Набоков приехал в Кембридж, ему нужно было заполнить журнал, где он отвечал на вопросы образования, происхождения. Его попросили назвать «Кто ваш учитель?» Он назвал Василия Васильевича Гиппиуса, преподавателя Тенишевского училища, самого поэта и автора книг о русской литературе. Набоков учился в Тенишевском училище. Это была одна из лучших петербургских школ. Вот мы идем сейчас к этой улице, где вот это ландо, вот этот вот автомобиль или извозчик, где делал поворот на эту караванную улицу, когда он ездил в училище. Было ужасно рано вставать, было довольно трудно для... Но он любил школу и особенно любил эти путешествия. Вот они поворачивают, вот видите, вот, поворачивают. И от этого места почти Набоков был вынужден идти пешком. Вот это знаменитая караванная улица, так она называлась, кондитерская, вот она на углу. Она всегда была здесь, это очень важно. Ну вот и дальше вот он едет, да, и вот он видит или из машины на Теландо, отец или на извозчики, и он видит, потому что все глаз. У Набокова потрясающий глаз. Не жившим в большом дворе, он только там, вот в этом птиническом училище, видел много детей, много своих, где он мог проявить себя как личность. Набоков поэт, в принципе, это вы как бы сами знаете, и начинал как поэт. Если говорить о поэзии Владимира Набокова, то в ранних стихах вот это заклинание, мы хотим вернуться, оно постоянное. В более поздних стихах он пишет, что я, как замурованный, не могу достучаться к этим буквам. Р, О, С, С, И, И, Я. Аура его первых стихов, его первой любви, которая воплотилась в сборнике 1916 года, к которому он потом относился пренебрежительно, но все равно там есть, там есть его стремление к какому-то раю, который стал раем воспоминаний. Они замечательные, они, дело в том, что это все из одной, вот, как упустяно сказано, все из всех материй, из которых лопья шьют. И просто такова, и стихи не отличаются, мне кажется, от способа гармонии. Владимир Васильевич Гиппиус, директор Тенишевского училища, разгромил произведения Владимира при всеобщем смехе в классе. А его кузина, Зинаида Гиппиус, встретив отца Набокова, сказала, «Передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет». О, как она ошиблась! Мы сопровождаем Набокова, который идет в школу или обратно. И вот, значит, Манежная площадь, Манежный сад, который был здесь всегда, как и словом Манеж. Здесь были конвардейские казармы, это были казармы Павловского полка. Так что здесь как раз все было очень и очень живописно. И для молодого, юного, наблюдательного человека было много повода для запоминаний, на чем обратить внимание, чтобы потом пригодилось. Набоку пригодилась любая деталь. Он написал, и он написал город, так же, как Дюго написал Париж, как Достоевский написал Стенную площадь. И мне кажется, это важно. Так же, как Дерировки написал Воскову. Понимаете, все абсолютно запоминал. Что бы он ни написал, какие бы произведения ни было, всегда Россия и Петербург, то ли впрямую, то ли косвенно звучат его произведения. И его описание Петербурга, пожалуй, составит такую особую главу, которая называется «Петербург на букву». Вот эта тема для него одна из самых значимых. Воспоминания, острый луч, преобрази мое изгнание, пронзи меня воспоминания о баржах петербургских туч, в небесных ветреных просторах, о закоулочных заборах, о добрых лицах фонарей. Я помню, на дневой моей бывали сумерки, как шорох тушующих карандашей. Все это живописец плавный передо мною развернул. И, кажется, совсем недавно лицом мне этот ветер дул, изображенный им в летучих осенних листьях, в жидких тучах, и плыл по набережной гул. Во мгле колокола гудели собора медные качели. Какой там двор знакомый есть? Какие тумбы хорошо бы туда перешагнуть, пролезть там постоять? Здесь спят сугробы и плотно сложены дрова. Или под аркой на канале, где нежно в каменном овале сияют крепость и небо. Все уходит, кроме книг, а также и писателей, которые их создают. Здесь было министерство, которым руководил дед Набоков. Вот это, Дмитрий Николаевич Набоков. Немножко, так сказать, поворот, как бы чуточку в сторону, потому что это улица Кленовая, замечательная аллея, которая подходит прямо к инженерному замку. И вот эти все военные казармы, здесь лошади, тут солдаты, и тут марши перед самым инженерным замком. И рядом перед вами вот это красное здание, это знаменитый военный госпиталь, о котором, кстати, писал Набоков. То есть для мальчика, повторяю, у которого самолюбие было чуть ли не с самого рождения, видите, здание, с которым связана какая-то история и биография, какие-то достижения страны, России, которую он так любил, и не изменил ни разу, никогда, ни единым словом. Вот поэтому здесь всегда можно было почувствовать себя как бы сопричастным к истории, к этому городу. Он как раз обобщил весь опыт вот этой дворянской, высокой, интеллигентной жизни, культурной жизни, которая, может быть, никогда не вернется, но, по крайней мере, мы знаем теперь, как это было. Вот, это жизнь не только театра, это жизнь литературы, это жизнь спорт, это жизнь Запада, это жизнь очень русско-патриотическая, где при гимне все вставали. Это была какая-то такая особая жизнь. Во времена учебы Владимира в Тенишевском училище произошла одна история. В то время реакционная печать часто нападала на партию кадетов, рисуя карикатуры и печатая разные статейки. Однажды вышла оскорбительная статья на отца, после которой Владимир Дмитриевич вызвал на дуэль редактора газеты «Новое время» Алексея Суворина. Володя узнал об этом случайно, в училище. Его охватил смертельный страх за отца. Только прибежав домой, он узнал, что дуэли не будет. И как бы промеж этих наносных образов бездны зияла моя нежная любовь к отцу. Гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флаберк. И тут повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей. Один из таких замечательных петербургских видов, все на Набоковских цирк, это статуя, храм дальше. Мне кажется, что это такой открыточный, но не праздничный город. А вот такой, который могли видеть все, кто шли в училище или обратно, или гуляли здесь. То есть мы продолжаем чуточку в сторону, возвращаемся на ту дорогу, на тот маршрут, каким шел в школу, галкипер Набоков. У Владимира Набокова, у будущего писателя, интересы в детстве и в юности были совсем другие. Совсем не те, что в более поздние годы. Он больше всего интересовался спортом и бабочками. Это прозаик, это поэт, это ученый, это спортсмен, это лектор, комментатор, литературовед, автор книг о русской литературе. И невозможно остановиться. То есть абсолютно многогранная личность. Вот мы идем как раз сейчас, мимо знаменитого цирка, с этим чудным итальянским словом «чинезелли» оживает Петербург тех времен. Это не 18-й век, это, конечно, 19-й век. Вот смотрите, вот это все вернулось. Вот это все, это открыточки. Это все вернулось. Вот видите, и вот этот вот, ты мне это глазами Володя Набокова допроситься мне дофамильярность. Вот эти вот были всегда, эти лошади, все так, эти шары, потрясающе. Я вас поздравляю. Все это было закрыто от русского человека, от русского читателя в течение многих десятков лет. У нас вот есть крохотная витренка, где Набоковский самоздат. Вот мое поколение Набокова читала так. Когда его в 86-м году разрешили читать, только к столетию Набокова был открыт музей на первом этаже. Теперь уже полтора года музей является частью Санкт-Петербургского государственного университета, чего мы очень рады, чего мы добивались долго. И сейчас это музей университетский. С тех пор много людей помогло им стать гораздо больше, чем вырасти из народов в настоящее музей. В том числе чудный американец Терри Майерас. Он нам очень много подарил. Это в основном первое издание Набокова. И самое главное, это книги из личной библиотеки Набокова. И частично с его автографами. То есть это ценнейшие книги, которые сейчас очень дорого стоят. Терри покупает их за свои деньги и просто привозит к нам в музей, чтобы они находились здесь. Он считает, что Набокова надо вернуть на родину. Как-то всю жизнь я думал, что Набоков это американский писатель, кто случайно родился в России. Теперь знаю, что Набоков по-настоящему русский писатель. Благодарность за удовольствие, которое Набоков доставил мне всю мою жизнь. Я решился подарить будущему музею несколько первых изданий англазичных и несколько не самых дорогих изданий русских Набокова. Улица, которая сохранила свое название с самого основания Петербурга. Так она и по себе, что нет машин, нет машин, нет асфальта. А так вот представьте, деревянные мостовые, вот стоит обязательно какой-нибудь филер. Всегда у храма стоял филер, кто не смотрел, кто куда идет. Все, и вот он идет себе отсюда уже пешком. Самое важное, что все они были на самом деле воспитаны в благотворительном смысле. Все помогали друг другу, это были семьи, которые, там не было вообще никакой социальной разницы. То есть сын Набоков, внук министра и сын высокого чиновника государственной думы сидел рядом с сыном швейцара, и они вместе с ним играли в футбол, и не было никаких, и не могло быть никаких разногласий. Добрый день. И все преподаватели именно этого училища и многих частных гимназий, это были профессора университетов. В знаменитом письме, где он вспоминает свои петербургские годы и Тенежское училище, он называет среди своих учителей на первом месте фихтенгольца, он упоминает. Вот недавно совершенно случайно удалось установить, что это именно тот фихтенгольц, который написал совершенно замечательный учебник о дифференциальном интегральном числе. Здание Тенежевского училища было построено в 1907 году специально для школы. Основатель школы известный этнограф, инженер, выдающийся организатор князь Вячеслав Николаевич Тенишев. Школа была прекрасно оборудована, имела свою оранжерею, обсерваторию, две библиотеки. Училище прославилось не только своими великолепными педагогами, но и знаменитыми выпускниками. Сюда не войди сюда, вы уже тихонечко становитесь поэтом. Тем более, что рядом женская гимназия Таганцевой, откуда пахают в платьях эти замечательные гимназистки, которые выходят из соседнего училища, которые также, кстати, заинтересованы в том, чтобы увидеть одного из своих нареченных. Тем более, что тогда в это верили более свято, чем теперь. Любовь, обожание, встречи, разговоры, нет только взгляды. Первые взгляды для юноши Володи в 12 лет. Летом в Выре Володя очень любил кататься на своем велосипеде и каждый день встречал Поленьку, дочку кучера. Она стояла у дома и смотрела. Только смотрела. Улыбка играла на ее лице. Однажды, гоняясь за бабочками, Володя увидел купающуюся Поленьку с другими ребятами. Ногая красота ее вызывала томление и сладость пока неузнанной любви. Боже мой, как я ее обожал. Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того, как я перестал ездить по той дороге в тот низкосолнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение трех-четырех лет. Но однажды Володя увидел ее, свою первую настоящую любовь. Ее звали Валя Шульгина. Ее семья снимала дачу по соседству. Они гуляли, встречались в Рождествено на даче дяди Руки, который в этот год не жил там. Жизнь без нее оказалась невозможной. Володя решил, что после училища они поженятся. Это была первая любовь 16-летнего юноши. Вале было 15. Тут развивалась, видите ли, любовная история Владимира. Его первая любовь с Валентиной и именно на балконах этого дома они назначали друг другу свидание, потому что хозяин, то есть Василий, то есть дядя, в это время жил в основном за границей, в Италии, и дом был пустой стоял. Ну и здесь было очень удобно назначать свидание. Любимые места Выра, Рождествено, давали кров уединение двум любящим сердцам. Но лето прошло, и надо было перебираться в Петербург. В городе встречи продолжились. Они пропускали школу, встречаясь днем на улицах города, в аллеях Таврического сада, вечером в кинематографе на Невском, позже блуждание по лунному Петербургу. Дом Вали Шульгиной в Петербурге находился на улице Фурштадской номер 48. Волею судьбы на той же улице в доме номер 9 в красивом особняке жила Вера Евсеевна Слоним, будущая жена Владимира Набокова. Они познакомятся в Берлине в 1923 году. В ноябре 1917 года Владимир Набоков навсегда оставил свой дом в Петербурге. В этом доме он успел совсем, кажется, не очень много. Да, детство, отрочество, начало такой многообещающей юности, и потом революция, и все. Революция. Я слово длинное с нерусским окончанием нашел нечаянно в рассказе для детей и отвернулся я со странным содроганием. В том слове был извив невидимых страстей, рычания, вопли, свист, нелепые видения, стеклянные глаза убитых лошадей, кривые улицы, зловещие строения, кровавый человек, лежащий на спне и чьи-то в адных рук звериные движения. А, некогда читать, так сладко было мне о зайчиках смешных со свинками морскими, танцующих на пнях весною при луне. Но слово грозное над сказками моими, как пуля пронеслось, нет прежде простоты, и мысли страшные ночами рукавыми шуршат, как серые газеты прелесты. Революция 1917 года заставила семью уехать из Петербурга. Графиня Софья Владимировна Панина пригласила их в свое крымское имение недалеко от Ялты. Имение находилось в Гасприи. Владимиру Крым показался чужим, не русским. И это состояние усилило горечь изгнания из родного дома. В Крыму он пишет стихи, составляет шахматные задачи, изучает крымских бабочек. Бабочки проходят через всю его жизнь. И в одном из последних стихотворений на русском языке, которых последние годы было не так уж много, он писал «И умру я не в летней беседке от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине дикой горы». Страсть к бабочкам переросла в профессию. Владимир Набоков внес огромный вклад в систематику редких бабочек, выявление новых видов бабочек. Некоторые названы в его честь. Все это сохранено в его огромной коллекции, собранной за долгие годы и в разных местах нашей земли. Тема бабочек пройдет и через все его творчество. Еще один момент очень интересен для Набокова, энтомолога, исследователя. Он создал некую свою теорию красоты у бабочек, что их яркий узор на самом деле не мимикрия, не средство защиты от хищнических нападений и не камуфляж, а красота как таковая. Любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений, вот это блаженство. И за блаженством этим есть нечто не совсем поддающееся определению. Коллекция бабочек швейцарского периода хранится в зоологическом музее в Лазанье. Здание музея было построено на средство русского мецената князя Гавриила Рюмина. Коллекция бабочек, которая хранится в нашем музее, состоит из 4623 экземпляров. Это собрано Владимиром Набоковым с 1961 по 1975 годы, когда он жил в отеле Монтре Палас и собирал бабочек в основном в швейцарских Альпах. Сейчас здесь только три коробки. Всего их 43 с бабочками собранными Набоковым. Эта коллекция имеет большую научную ценность. По ней можно представить, какое в те годы было разнообразие бабочек в швейцарских Альпах. Все это было сделано руками Владимира Набокова. В Крыму Владимир много общается со своим отцом. Вспоминается один пророческий случай из жизни в Гаспоре. Обустраивая свое жилье они переносили тяжелый диван из дворца графини Паниной в свой домик. Он был так тяжел, что Владимир Дмитриевич сказал вот таким тебе покажется мой гроб. И через четыре года отца не станет. Отец погиб случайно. С одной стороны случайно, а с другой стороны героически. Отца никто не собирался убивать. Покушение было на Милюкова, соратника Набокова по партии кадетов. Милюков приехал в Берлину и Набоков, как его старый товарищ по партии, пошел на его лекцию. А два черносотенца русских из монархистской подпольной или полуподпольной группы задумали убить Милюкова. Он должен был делать доклад. По проходу один из этих двух террористов, убийц, пробежал, чтобы выстрелить в Милюкова в упор. Он мгновенно среагировал. Он выбил пистолет, завернул руку этому покушавшемуся убийцу и повалил его на пол. Но он, естественно, не знал, что их было двое. И когда он боролся с первым убийцей на полу, то второй, бежавший сзади, который Набоков не видел, выстрел ему в упор дважды в спину. В лежащем. Вот как он погиб. Власть в Крыму часто менялась. Большевиков сменили немцы, затем добровольческая армия. Владимир Дмитриевич Набоков вошел министром юстиции в Крымское краевое правительство. Из Гаспоры Набоковы переезжают в Ливадию, а затем в Севастополь. В начале апреля 1919 Набоковы 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 навсегда покидают Россию. На переполненном грузовом судне Надежда, сидя на палубе и играя с отцом в шахматы, подстрек красноармейских пулеметов, они уплывали к другим берегам. Всякий великий поэт это изгнанник. То есть для поэта вообще очень важно преодолевать куда-то какое-то пространство. Сам ли он едет или его изгоняет. Это пространство, которое вбирает он в себя, потом начинает уже дышать, разворачиваться во времени. Только уехав из России и став студентом Кембриджа, он стал всерьез изучать историю русской культуры. И вот тогда-то, именно в этот период, в начале 20-х годов, он понял, что он был частью этого замечательного века и начал его заново изучать, начал его открывать для себя, открывать то, к чему он был сам причастен, не сознавая этого вполне. То есть Набоков это та фигура, несмотря на всю свою сложность и противоречивость может быть для кого-то, такая фигура, которая для 20-го века конечно служит именно символом российской культуры 20-го века, русского языка, наследие русской классической литературы, это именно Набоков, потому что именно он заставил многих людей этим заинтересоваться, просто прочитать, прочитать того же Толстого, Гоголя, начать изучать русский язык. Вот американские студенты после его лекции, и об этом есть воспоминания, они перечитывали по много раз войну и мир. Он открыл им мир русской литературы. И он конечно написал так хорошо о своем действии, что это было интересно американцам узнать об этом. В одном шляхотворении он возвращается, и в одном рассказе не он, но его герой возвращается, и там узнаете, что он в другую Россию попал. Больше всего в нем сквозило желание как бы увидеть Россию, и одновременно понимание, что это невозможно. Он это сказал, и он сказал, а может быть, и знаете, и таким голосом тоже, идущим из таких глубин, из таких глубин вот этой боли, а может быть, мне не надо было выйти из России. Я просто ужаснулась. Я сказала, что вы говорите, ведь не было бы ничего ни других берегов, ни вас, ничего, ничего бы не было. А теперь вот есть. и Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok